Дальше. Отзывы клиентов. Дополнительно к заработной плате. Риелтор получает за отзыв клиента вознаграждение 1 или 2%. Я думаю, что наверняка вы знаете, что у нас огромное количество отзывов выложено на сайте. Я давно не смотрел, но, скорее всего, количество это очень большое. Я даже не знаю, сколько их там. Две, наверное, с лишним тысячи. Вот у нас сейчас 240-239 страниц, по 11, по 10 они дублируются. Около 2,5 тысячи отзывов клиентов. И мы подошли к этому вопросу так, что мы мотивируем сотрудника. Все-таки мы решили, чтобы он не забывал, чтобы он это поставил себе в план, чтобы это было дополнительным его бонусом. Мы решили это финансировать. 1% не такая большая сумма, но она позволяет риелтору не забыть взять правильный отзыв. Но мы сделали, я здесь написал отзыв по правилам. Что это значит, я следующим слайдом скажу. И 2% это за видео отзыв. Мы захотели сделать, чтобы у нас на сайте было много видео, чтобы на видеоканале было много видео. Ну, естественно, видео отзыв, он, скажем так, вызывает больше доверия, он вызывает какие-то положительные эмоции. Плюс ко всему мы забиваем видеоканал, у нас появляется какой-то контент, который можно куда-то там делиться, выкладывать. И тематический, вот я специально написал, сейчас я даже подчеркну, что это такое. Вот я так вот обведу. Тематический отзыв. Вот смотрите, мы делали, допустим, книжку о материнском капитале. Нам нужны были отзывы клиентов о материнском капитале. Мы говорили, давайте возьмем еще дополнительно, чтобы клиент сделал акцент на том, как мы помогли решить вопрос с материнским капиталом. Если мы работали, вот сейчас мы выпускали, у нас вообще три проекта есть с банками. У нас достаточно три крупных проекта было. Был один проект со Сбербанком, мы выпускали с ним журналы, мы выпускали с ним книги. Один из проектов с банком ВТБ-24, там тоже две книги выпустили, и журналы делали, и каталоги делали. Сейчас Банк Москвы. И вот нам для того, чтобы этот проект прошел, нам нужны были отзывы от клиентов этого банка. И я ставил задачу, чтобы взяли развернутые отзывы у клиентов, которые брали кредит, например, в Сбербанке. И очень приятно, что клиенты писали, вот спасибо большое Сбербанку, они так помогли, такие молодцы. Вот я там, то есть это еще больше, что там налило масло, да, или там елей. То, что приятно, ну банкирам реально приятно читать такие отзывы, и они тематические. Эти отзывы, естественно, они проходят все, вот эти, знаете, корпоративный стиль, там, чтобы все было в одном стиле, чтобы вот какие-то буклеты, флайеры, все это очень сложно согласуется, очень долго согласуется. Но когда это все делано в цветах фирменных, и такие отзывы красивые, то это проходит быстрее вот эти барьеры согласования. И даже в одном случае мы на день рождения Сбербанку дарили оформленную книгу, полностью состоящую из отзывов клиентов, которые написали. То есть руководителя Сбербанка, оригинального управления, сложно чем-то удивить. Ну книжкой там, ну бутылку коньяка, ну что вы ему подарите? А мы подарили там под сотню отзывов, там, ну может 50 отзывов, я не помню сколько, большая книга, красиво оформленная такая, такая бархатистая обложка. Вот это вот специально для этих целей, для продвижения каких-то проектов. Да, вот что такое отзыв по правилам? В отзыве по правилам есть четкий результат, где он говорит, да, я купил квартиру дороже, я продал квартиру за две недели, я продал квартиру там то-то, то-то. Есть ответ на возражения и сомнения, я считал, что поработать со сотней компаний хорошо, а вот меня убедили, что вот работать с одной компанией лучше, и это эффективнее, это, ну вот так. Дальше, возражения и сомнения сказали, сомнения, да, я думал, что все риэлторы там такие аферисты, у нас есть такой один отзыв, да, а вот я встретился и показал, что все нормальные люди. И тематические отзывы я уже говорил. Так, попутно я отвечу вопрос, по каким критериям повышается базовая ставка? Да, в этой ситуации базовая ставка зависит от выручки. Вот мы говорили, все-таки основной показатель у нас это выручка за предыдущий период времени. То есть мы смотрим человек, если он новый человек, он идет со средней базовой ставкой 30, он без повышающих, понижающих коэффициентов. Если же у него есть результаты за предыдущие полгода, то он идет или вверх, или вниз. Вы можете установить срок там 3 месяца, ну 3-6 месяцев, вот меньше, просто будет очень сложно, больше будет, ну просто разрыв сильно большой, непонятно, год человек будет ждать. То есть получится сильно большой разрыв между выполненной работой и полученным результатом. То есть через год ты будешь получать столько денег, но это вообще не мотивирует человека. Идеально, конечно, это 3 месяца. Коллеги, вы смотрели короткий фрагмент мастер-класса, который называется «Финансовая мотивация. Как руководителю агентства недвижимости найти золотую середину между скупостью и расточительностью». На этом мастер-классе мы разобрали, как выстроить финансовую мотивацию для риелторов, руководителей отдела продаж, ипотечных брокеров. Какие показатели нужно фиксировать и какие показатели нужно вознаграждать. Как подстраховаться от ухода риелторов. Мы, в общем, разобрали огромное количество тем, которые касаются такой деликатной темы, как финансы. Пожалуй, одна из самых важных тем в агентстве недвижимости. Если вас интересует эта тема, если вы руководитель отдела продаж, если вы руководитель компании, то закажите полную версию этого мастер-класса. Только эффективные инструменты, только практика и стандартно для всех наших мастер-классов действует 100% гарантия. Если что-то вам не понравилось, посчитали, что информация была неполезной, какой-то устаревшей, еще и еще, то идет 100% возродение. Закажите полную версию мастер-класса финансовой мотивации сотрудников агентства недвижимости на сайте, который указан на экране вашего монитора. И ссылка находится под этим видео. Кроме этого, если вас заинтересуют другие темы, если вы интересуетесь финансовой мотивацией, скорее всего, вы руководитель компании, посмотрите другие мастер-классы, которые касаются продажи новостроек, которые касаются перезагрузки агентства недвижимости, которые касаются конкурентной борьбы. Ну, в общем, темы абсолютно разные, темы интересные, есть из чего выбрать. Ссылка находится и под этим видео, и находится на экране вашего монитора. С вами был Максим Амилинчук, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok